Да. Геннадий Гудков выходит на прямую связь с Грэмом. Геннадий Владимирович, здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Да, Аня, я также рад вас видеть, тем более в канун Нового года. И также хочу приветствовать всех зрителей канала. Действительно, Новый год, 24-й год на носу. Вообще, если, может быть, так абстрактно начать этот разговор, что нас всех ждет, на ваш взгляд, учитывая последние события, это такие мощнейшие просто удары мирных украинских городов и в ответ атака на Белгород, как мы это видели. Но, тем не менее, как вам кажется, вот сейчас в контексте этого всего происходящего, что нас всех ждет? Продолжение войны, к сожалению. То есть наша надежда на то, что та армия контрактная, которая была у Путина, будет перемолотой, война закончится ввиду истощения этого ресурса, она была перечеркнута мобилизацией, которая бросила в бой новое пушечное мясо. И вот эта мобилизация, влечение, значительное влечение численности российской армии в Украине привело к тому, что 23-й год, это был год войны, год не очень удачного, скажем, наступления украинских вооруженных сил, переоценки, переосмысления характера и хода всех боевых событий, и вообще всей этой войны. И мы видим, что она затягивается, и продолжается мобилизация, постоянная мобилизация в России продолжается, она там добровольно-принудительная, но все-таки на первое место пока ставим добровольно, то есть они отказались от обязательной мобилизации и решили сделать это, скажем так, за... А то я вас не вижу, почему-то у меня две фотографии моих, в том числе на вашем изображении. И вот изменение ситуации с призывом, с запуском оборонного комплекса в таком мобилизационном авральном режиме привело к тому, что война затягивается, затягивается серьезно. Это ставит новые вызовы перед Западом, в первую очередь перед западной коалицией. Это ставит новые вызовы перед украинским политическим руководством. Я надеюсь, что оно переосмыслит все вот эти вот допущенные ошибки, просчеты, недочеты и так далее, и все-таки пойдет по более правильному пути объединения всех союзников вокруг общей борьбы с общим врагом. Вот поэтому я думаю, что это у нас ждет переосмысление ситуации. Но я верю в то, что 24-й год войну закончит, закончит победой, закончит справедливым миром. И я очень надеюсь, что итогом этих вот событий станет изменение ситуации в России. Без изменения власти в России мир обречен на дальнейшее продолжение боевых действий, кровь, смерть, жертвы и так далее. Ну, в общем, то, что мы сейчас особенно отчетливо видим в последние дни. И всякие, так сказать, там ситуации, связанные с Хамасом и очагами войны напряженности в мире, при отсутствии адекватной реакции цивилизации в виде демократической коалиции, конечно, будут обостряться, они будут расширяться. Этому сейчас нельзя дать возможность, чтобы мы получили десятки очагов военной напряженности войн, локальных и нелокальных, грозящих перерасти в нечто большее. Вот я думаю, что это будет годом переосмысления, критическим годом в истории человечества. Но я надеюсь, что это будет всё-таки осознание и мобилизация цивилизации на достижение победы и наказания агрессоров, кто бы ими ни был. Вот вопрос как раз от Ильи. Вы сказали о союзниках Украины. Он спрашивает, Геннадий Владимирович, как вы думаете, почему последние заявления российских официальных лиц и пропагандистов всё громче и чётче звучат с угрозами в адрес даже не Украины, а непосредственно Великобритании и США? Это очередной пустой шантаж или есть разница с предыдущими угрозами? Спасибо и с наступающим вас Новым годом. Да, спасибо за пожелание, взаимно. Но я хочу сказать, что этим самым российская пропаганда хочет всех убедить, что идёт сражение не с Украиной, тут мы одной левой, а идёт сражение с главными странами демократического альянса, Соединённых Штатов Америки, Британии и далее везде. То есть, типа, что у нас не получается на фронте и в тылу не потому, что там у нас мы и Украину не можем победить, а потому, что мы воюем со всем миром, и вот мы побеждаем весь мир, вот мы такие крутые. Поэтому вот это всё придумали. Это всё придумал Черчилль в 19-м году, как пел когда-то Высоцкий. Вот, поэтому свалить свои неудачи на чьи-то головы, выдать, так сказать, свои фантазии за какие-то реалии, пропагандистские тезисы, это вот то, что сейчас происходит в российском эстеблишменте. Путин хочет сказать, что он не воюет с Украиной, он воюет со всем миром. И, вернее, против всего мира. То есть, даже не так, что мир воюет против Путина. Не Путин воюет со всем миром. Не он развязал войну, не он там развязал геноцид украинцев. Не он это делает для того, чтобы укрепить свою поганую власть. А это весь мир воюет с Путиным, и Путин противостоит этому миру, как рыцарь, так сказать, печального образа. И он все равно его побеждает. Вот как сейчас пропаганда работает. Потому что по-другому невозможно объяснить все то, что происходит с российской армией, с российской властью, с российским государством. Надо объяснять, надо оправдываться. Вот такое оправдание придумают. Вот Абаз Галямов пишет такой тревожный довольно пост, что боюсь будут угрожать ядерным ударам. Мне кажется, у них нет другого выхода. Им надо запугать Запад. Надо заставить его надавить на Украину и запретить ей обстреливать территорию России. Потому что если этого не сделать, если украинцы продолжат том же духе, пишет Галямов, то избирательной кампании Путина-Кранты даже Панфилова не поможет. Ну, не знаю, как вы относитесь к такому заявлению политолога довольно известного. Что скажете? Насколько могут применить такой способ? Думаю, что они... Нет. Про ядерный шантаж я говорю с первых дней войны. Ядерный шантаж идет, он постоянно продолжается. Мы видим этого полусумасшедшего Медведева, который вылезает каждый раз на экран телевизора со всякими угрозами применения ядерного оружия. И никто ему не противоречит, никто ему не перечит, никто у него заявление не дезвуирует. Это говорит о том, что он это согласованно делает. Это не просто его личная инициатива. Поэтому совершенно понятно, что ядерный шантаж это ключевое орудие, оружие введения этой войны. Отсюда объясняется частичная сдержанность Запада. Потому что черт его знает, что там у них в голове, что у них там переклинит. Они же сумасшедшие. И они поддерживают это реномэ сумасшедших отморозков. Они же сами это поддерживают. Но что я могу сказать, на мой взгляд, критическое. Если вы имеете в виду обмен вот этими ударами вчерашнюю трагедию в Белгороде, во-первых, её пытаются замять, её пытаются не показать. Даже вчера были заявления о том, что эта детская работа с системой ПВО. И поэтому там большая часть этих ударных ракет или там чего-то было сбито. До сих пор там не показывают никаких обломков. Ну, в общем, по большому счёту, кроме заявлений Захаровой, российская власть практически вчера особо не отреагировала до самого вечера. Вот. Потому что невыгодно реагировать на это. Если вы имеете в виду, что вот эти трагедии будут, этот ядерный удар, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Ну, я, во-первых, надеюсь, что таких трагедий больше не будет. Всё-таки давайте мы по-честному скажем, за два года войны это первый удар, который привёл к серьёзной гибели гражданского мирного населения. Вот. И я надеюсь, что это неосознанный, неумышленный удар. Потому что, конечно, в общем, гибель мирного населения – это всегда трагедия. Я понимаю, что в войне невозможно её избежать. Мы знаем о потерях мирного населения в Первой мировой, ровно 50%. Мы знаем о потерях мирного населения во Второй мировой. Это гораздо больше половины всех погибших. Мы понимаем, что это всегда трагедия. Вот. Поэтому я думаю, что нет. Конечно, здесь это не послужит основанием для применения ядерного оружия. Самая критическая ситуация, на мой взгляд, возникнет, когда Путин начнёт реально проигрывать. Вот это будет критический момент. Не сейчас. Не сейчас. Я подтверждён, что повторение таких вчерашних трагедий, как которая произошла в Белгороде, когда погибло там 20 человек, и 100 там с лишним было ранено, это не повторится. Это впервые за два года ведения войны такое произошло. Да, в отдельной были гибели, случайные там, неизбежные, как говорится, потери, когда там наносят удар по военным объектам, по штабам, по административным зданиям. Да, там были один, два, четыре человека. По аэродромам там могут погибнуть тоже люди, так сказать, какой-нибудь технический персонал, а ещё кто-то. Вот. Но в целом вот такого не было за два года войны. Это первый раз. Трагедия, которая подобна вчерашней. Да, она выглядит как ответный удар, она выглядит как отмещение. Будем надеяться, что это не так, на самом деле. Поэтому я думаю, что нет, не сейчас самая главная опасность применения ядерного оружия, но она может наступить позже, и все это прекрасно понимают. Вы сказали, что когда Путин начнёт проигрывать, но какой критерий этого проигрыша для самого Владимира Путина, он там недавно... И оккупация. С бокалом шампанского выходил к военным. И оккупация территорий, довольно быстрое, я бы сказал, бегство, или отступление армии, разрушение военных порядков, структур, линии обороны и так далее. Вот когда это начнётся, такое смятение, а я думаю, что оно начнётся, потому что усталость российской армии нарастает, на мой взгляд, то, естественно, вот это будет критический момент. Ему нужно будет принимать решение, что делать. Либо рисковать своей головой, безусловно, ядерный удар не останется без последствий для Путина лично и его окружения. Совершенно честно. Вот это будет момент, истинный момент выбора. Наталья спрашивает у вас, Геннадий Владимирович, как проголосовать на выборах президента, если нет достойных кандидатов? Я предлагаю испортить бюллетени, вы согласны с этим? Ну, мы сейчас не выработали общие стратегии, вернее, она есть общие стратегии, только в одном. Мы должны убедить мировое сообщество, что эти выборы преступные, их нельзя признавать, так же, как нельзя признавать ни их итоги, ни Путина в виде легитимного руководителя. Что касается тактики действий, это стратегия. То есть, не признание выборов и их итогов. Выборы нелегитимные, преступные, это фарс, это унижение прав людей и так далее и тому подобное. Что касается тактики, то её пока нет. Почему? Потому что ещё не выработанная, создана только рабочая группа на эту тему, Берлинской конференции. Возможно, они что-то предложат, когда уже будет понятен полный состав, полный набор вот этого кандидатского минимума. Я думаю, что там их будет 3-4 человека от силы. Вот тогда, наверное, будет какое-то принято окончательное решение. Сейчас пока нет конфигурации. Там ЦИК радостно заявляет, что там 39 человек решили стать президентами, снимая, так сказать, там Дунцову и все прочее. Поэтому пока вообще непонятно, кто кандидат-то был. Вот там можно портить бюллетень, но наверняка нет. Но никто не будет возражать, если будет портить бюллетень. Дело в том, что портить бюллетень, не портить бюллетень, голосовать, не голосовать. Итоги все равно уже ясны. Они будут сфальсифицированы. Призывать людей к выходу на улицы и протестам против Путина, мы, люди, находящиеся в относительной безопасности, ну, относительной, условной, мы не имеем права, потому что прекрасно понимаем жестокость, подлость, мстительность вот этого репрессивного, карательного аппарата. Мы прекрасно понимаем, на какой риск для людей, которые открыто будут заявлять о своей позиции. Это, в общем-то, мы не можем к этому призывать. Это каждый определяет для себя степень допустимого риска. Поэтому давайте немножко подождем, если мы говорим по тактике. Стратегия понятна, не признание выборов. Выборов не было. Что касается тактики, давайте мы подождем вот того списка, который определится. И, наверное, там наша рабочая группа в лице многих политиков, более молодых и креативных, они, может быть, примут какое-то решение. Может быть, они согласятся с тем, что будет какой-нибудь флешмок условный. Там была одна идея, высказывалась полдень против Путина. Ну, условный полдень. Не обязательно полдень, может быть. Вот, когда там люди просто выйдут к избирательным участкам, может быть, даже не заходя в них, встанут в очередь. Эти очереди будут понятны, видны. Это тех людей, которые, в общем, пришли против Путина. Они придут к определенному времени. Но это одна из идей. Давайте мы немножко дождемся вот этой конфигурации, так называемых президентских выборов, кандидатов. После этого мы примем решение. То есть, мы решили так, что если мы не можем помешать, грубо говоря, извините за выражение, там, разрушить имидж, что-то еще такое сделать, то играть по правилам врага нельзя. Поэтому давайте на январь мы этот разговор перенесем. У нас будет возможность это обсудить в эфире еще раз. Если говорить про Новый год, вот для Владимира Путина, на ваш взгляд, это все-таки история про одиночество или про какое-то создание хотя бы видимости семейного объединения, я не знаю, семейного счастья в его понимании? Как вам кажется? Да нет, семейного счастья у него нет, судя по стиму. Хотя у нас была достоверная достаточно информация, ну, по крайней мере, не так, скажем так. Информация из-за источников, заслужащих доверия. О том, что там в мае месяце, три дня, так сказать, на яхте Тимченко отмечали день рождения Алины Кабаевой. Там узкий круг совершенно ограниченных и преступных лиц отмечал день рождения 40-летия Алины Кабаевой. Вот, видимо, все-таки какие-то там есть с них отношения. Поэтому мы видим, что как таковой семьи тут у президента особо и нет. Есть семья пособников военных преступлений, это да. Тут он не одинок, к сожалению. Тут мы видим и всякие фигуры, те, которые в том числе были на этой яхте, и всякие кульчуки, и Патрушевы, и так далее, и тому подобное, и Тимченко, и так далее. Тут они наверняка будут поздравлять его с Новым Годом, желать ему победы. Хотя понятно, что победа будет на другой стороне. Но тем не менее, Путин сейчас несколько успокоен. Он понял, что резкого прорыва фронта не будет, бегства армии не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Что Запад, в общем-то, на Западе есть те люди, которые пытаются умиротворить агрессора. Такие тоже люди находятся, к сожалению, на Западе. Есть некоторые люди, которые прямо работают на Путина, типа Орбана, типа Вучича, да, в Сербии. Но там ещё Фицца, которая там говорит так же, но, слава Богу, пока голосует, так как голосует весь Европейский Союз, Словацкий. Тоже, так сказать, мастер торговать принципами. Но если это об Орбана, понятно, это отдельный, так сказать, агент платный. Видимо, и Вучич тоже, так сказать, удерживает власть с помощью Путина. Благодарен ему за это невероятно. Поэтому, да, у него, конечно, с международным признанием швах, его не будет, он будет сокращаться. А вот что касается внутри, пока, с учётом стабилизации вложений на фронте, та часть элиты, которая готова была от неё отшатнуться, дистанцироваться, она вынуждена сейчас пока выжидать, ну и вроде там демонстрировать ему лояльность. В этом смысле у него такого драматического, трагического, 24-го года, по крайней мере, встречи этого года, не будет. Что произойдёт в 24-м году? Я думаю, что тут произойдут какие-то кардинальные, решительные события для Путина негативного плана. Я думаю, что это будет. Но встречать он будет Новый год более-менее в спокойной ситуации. Относительно спокойной, относительно в таком полурасслабленном состоянии. А что касается, кстати, Кабаевой, она ведь недавно была в Китае на спортивном мероприятии, и были предположения, мы, кстати, с Сергеем Алексашенко об этом говорили, он сказал, ну, если уж Кабаева какое-то письмо привезла, передать Си Цзиньпину, например, тогда, значит, эта поездка имеет какой-то политологический в том числе смысл. Если же нет, то это скорее просто такое признание, респект в отношении Владимира Путина, принятие Кабаевой на таком высоком уровне достаточно, ну, учитывая то, что она, по крайней мере, выкладывала её пресс-служба, как её встречают торжественно и с почётом. А её кто встречал, извините, я не видел этого. Там было спортивное мероприятие, ну, нет-нет-нет, не настолько, не такой уровень высокий, но её достаточно там торжественно встречали на этом мероприятии, брали у неё интервью, везде она там выступала, но не на таком высоком уровне, конечно, не первые лица страны её не встречали. Я думаю, ей оказали, как это, почёт и уважуху, с учётом её отношений с Путиным, не более того. Я не думаю, что она там была почтовым голубем, который привёз какое-то письмо. Ну, исключать этого нельзя, но я не думаю, что это так. То есть, вероятность... То есть, исключать нельзя, но вероятность невысока, что она использовалась в качестве почтового голубя. А то, что её там встретили, понятно, в связи с её близостью. Не только потому, что она... И совсем не потому, что она олимпийская чемпионка, что, конечно, заслужит в любом случае уважения, а потому, что она связана с Путиным напрямую. Скорее всего, этим объясняется торжественный приём её в Китае. Если говорить об отношениях с Китаем, ведь раньше Китай представлял мирный план, пытался как-то, ну, не то чтобы вмешиваться, но, по крайней мере, заявлять о том, что готов участвовать в том, что происходит в Украине, в частности. Ну, пытался как-то заявить о себе. Сейчас же всё. Китай в этом смысле замолчал. Кажется, после встречи с Байденом, по-моему, Си Цзиньпин замолчал. Ну, я думаю, что тут дело не во встрече с Байденом. В этой встрече с Байденом Китай решал свои задачи, проблемы. Он, вообще-то, всегда их решает. В первую очередь, во всём, всё остальное, это вторично, третично. Поэтому я думаю, что Китай идёт в свою игру. Конечно, он сочувствует Путину. Конечно, он считает, что путинский режим должен сочувствовать дальше, поскольку он видит в Путине, естественно, союзника. Китай движется по тоталитарному пути. Мы это видим прекрасно. В этом смысле они очень похожи. Ну, с точки зрения, как бы, так сказать, принципов сохранения и удержания власти. Власти в Китае также монополизированы и захвачены, узурпированы от политической партии. А теперь ещё внутри политической партии произошла узурпация власти в лице вот несменяемого генерального секретаря ведь Дэн Сио Пин заложил там принципы сменяемости власти внутри одной партии. Не более двух сроков подряд. Вернее, не более двух сроков вообще. И этот принцип соблюдался. Китай позволял это развивать, потому что внутри партии возникало движение, а любое движение всегда лучше любого застоя. Но сейчас это прекращено. Поэтому и психология Си Цзепини, и психология Путина в плане удержания власти, способа удержания власти, она очень близка. Китай никогда не будет в этом плане противником и врагом Путина. Совершенно очевидно. Китай не демократическая страна. Ей в ближайшие годы, к сожалению, не станет. Поэтому Китай будет вести свою игру. Путин ему нужен. Путин Китаю нужен. Нужен не только как там мальчик для битья и страна, которая китайзируется со страшной силой. Он нужен как союзник вот в этом механизме союзных диктаторов и тоталитарных, авторитарных режимов. Поэтому Китай... Но с другой стороны, Китай не хочет терять отношения с Западом. Отсюда его внешнеполитическая активность. Отсюда он показывает, что типа ребята, как-то со мной договоритесь, чтобы я там не начал Путину помогать активно. И, видимо, такая договоренность есть. Видимо, встречи с Байденом, они, правда, такие были, полудежурные, но важные, конечно. Вот эти встречи привели к каким-то определенным результатам. И Китай пока удовлетворяет тот уровень, в первую очередь, экономических торговых отношений, которые у него есть в Соединённых Штатах Америки и Европе. Это два ключевых рынка, куда Китай сбывает свои товары. Ну, вернее, он, конечно, по всему миру. Но в целом, два самых платёжеспособных и самых важных для экономической составляющей Китая рынки – это Европа и Соединённые Штаты Америки. Ну, к Северной Канаде. И Канада там 40 миллионов человек всё-таки тоже живёт. Поэтому Китай, наверное, решил, какой-то вот этот баланс восстановил между этими отношениями. И поэтому он сейчас снизил вот эту свою политическую активность. Но мы должны понимать, что это огромная страна, огромный, так сказать, ресурс, который гипотетически может начать Путину помогать более активно. Надеемся, что этого не произойдёт. Наши зрители спрашивают, Геннадий Владимирович, по истечению времени история с Путиным в холодильнике всё-таки кажется вам полезной в чём-то? Я просто от себя добавлю, что у нас недавно был Валерий Соловей, хотя это вызвало тоже определённую негативную реакцию в наш адрес. Но мы говорили, как кажется, достаточно так, ну, некомплиментарно, при этом пытаясь получить ответ на те вопросы, которые волнуют наших зрителей с Валерием Соловьём, когда он у нас был. И спасибо ему, что он продолжает выходить в любом случае. Хотя не все согласны с тем, что Соловей действительно полезен сейчас, точнее, полезен для каких-то либеральных демократических сил, а скорее полезен Кремлю, как некоторые считают. Но Валерий Дмитриевич, кстати, сказал, что он может всё это озвучивать, будучи в России, поскольку у него есть определённые покровители в Кремле, но это тоже не гарантия, но тем не менее они есть. Согласны ли вы с этим? Как вы думаете, что за покровители у Соловья? И что насчёт этой истории с холодильником? Полезна ли она? Да я считаю, что она полезная. Она, во-первых, прошлась по всему миру. Она, конечно, ударила по имиджу Путина. Она устойчиво сформировала теорию двойников. Я в эту теорию по своим собственным соображениям тоже начинаю верить. По простой причине, что поведение Путина в одной ситуации, в другой ситуации, она деметрально противоположна. Модель разная. Я не верю, конечно, про Путина в холодильнике, потому что турбулентность элит была бы гораздо более высокой, и уже началась бы грызня, уже начались бы процессы, которые для нас с вами были бы крайне удивительными, если, так сказать, не понимать, что это двойник, так называемый. Я думаю, что двойников вполне существует. И самое главное, что концепция Валерии Славья, почему я считаю, что её полезна, она демонстрирует, вот я не верю, она демонстрирует этот раскол, который де-факто состоялся. Потому что если вы мне объясните, или кто-то умный, толковый, понимающий, объяснит мне, в чём выгода Путину числиться в мёртвом холодильнике, холодильнике, а, так сказать, на его месте некому двойнику по прозвищу Васильевич, вот в чём смысл для Путина, я вот не могу в это понять. То есть я считаю, что для Путина, для Попутина, это всё равно удар. Я точно знаю, что они в Кремле не играют по сложным схемам. Не играют по сложным схемам. У них это и в голове нет, они играют по самым простым, по самым примитивным схемам. Вот посмотрите, что будет с президентской гонкой. Она пойдёт по самой, на мой взгляд, пойдёт по самой примитивной, простой схеме. Вот, бесхитростной абсолютно. То есть как раз это позволено говорить соловью, соловей эту концепцию активно продвигает в России. В мире, значит, внутри системы есть какие-то люди, которым это выгодно, и Путин ничего не может это сделать, не может её остановить. Либо они обладают таким влиянием, эти люди, что они его убедили, что эта концепция полезна ему. Я считаю, что она им вредна. Но раз мы с вами обсуждаем в эфире, кто управляет страной, раз мы с вами обсуждаем до сих пор в эфире, значит, эта концепция полезна в целом. Поэтому я с большой признательностью к выступлению Валерия Соловья, он вбивает какой-то клин в вот это элитарное здание путинского режима. Это тоже полезно. Пусть это он дальше делает, и пусть он дальше сеет в умах, в том числе в наших, всякие сомнения. Ну, будем, как говорится, посмотреть, что же дальше произойдёт со всей этой историей. Но раскол внутри Кремля, который позволяет Соловью говорить то, что он говорит, на мой взгляд, в этой ситуации очевиден. Или какие-то мощные силы, которым Путин либо соглашается, либо уже не может перечить. Вот что-то такое есть. И то, что Соловей вынужден говорить, что у него есть покровители в Кремле, он вынужден это говорить, говорит о том, что действительно такой раскол существует. Раскол, если говорить о эстрадном олимпе, или даже не только эстрадном, вообще о шоу-бизнесе, конечно, вопрос, который актуален, хотя многие говорят, зачем вы об этом говорите, при этом мы видим просмотры на обсуждении темы вечеринки Ивлеевой. Что на самом деле происходит после неё сейчас, когда пошли эти извинения, раскаяния, слёзы, бойкот? Не всех, кстати, далеко не всех, но очень выборочно. Есть ли в этом кремлёвский след, как об этом писали, в том числе? Как вам кажется? Я думаю, что Кремль подхватил эту историю. Скорее всего, она там вышла наружу, как бы так сказать, по случайным обстоятельствам, с течением случайных обстоятельств, в силу стечения случайных обстоятельств. Но она оказалась крайне полезной Кремлю. Вот устроить такую охоту на ведьм, там, чьи трусы были более заметны. У кого там, извините, на заднице было больше бриллиантов, там, или что-то ещё. И вот порка вот этих вот кремлёвских, прокремлёвских звёзд, так называемых там телеведущих, артистов, солистов и так далее, всяких этих, как это называется, богемы вот этой вот, она вызвала активную реакцию общества. Общество озлоблено. Накоплен потенциал негативный, накоплен агрессивный заряд. И вот, знаете, такой предохранительный клапан, пусть они парут, пусть они спустят пар, пусть они, так сказать, выскажутся, выплеснут эти всё эмоции, всё это дерьмо, которое накопилось в обществе, пусть они выплеснут вот на этих вот. А этим кается, кается, кается и кается. Что, в общем-то, там, чтобы они видели, что там нет никаких кумиров, которые сейчас могут там выступать против власти, или даже за то, что они поддержат, мы всё равно их выпарим. Публичную порку на площади устроим, чтобы они там извинялись и извинялись. И, с одной стороны, это прекрасное отвлечение внимания. С другой стороны, это подача армии, которая возмутилась всем этим, когда там дошли эти кадры. Мы видели там некоторые, там уже совсем, как говорится, рука потянулась к автомату. Вот. И третье, это, конечно, порка вот этой вот богемы, чтобы они понимали, кто в дом хозяин. Не они, а там совершенно другие люди. Я думаю, тут удачное стечение обстоятельств помогло Кремлю превратить эту вот голую вечеринку, хотя там я никого голого не увидел, но там один товарищ был, который замаскировался носком. А в основном-то все там выглядели более-менее прилично. Вот эту вечеринку, так называемую, превратить в национальную кампанию ненависти. Как это там у Орвела были двухминутки или там пятиминутки ненависти, да? Вот нужно было вызвать ненависти, чтобы люди вот эту накапливающуюся раздражение, усталость, отчаяние, боль выплеснули куда-то и заодно укрепились в вере, что вот Верховный Вождь, он и есть главный отсветоч всей их жизни. То есть вот эта разрядка такого потенциала, укрепление веры в непоколебимость вождя, это вот замечательный, так сказать, случай, который представился власти, и они его использовали по полной программе. Так что я думаю, что это ещё не финал, что-то, видимо, это такое будет применяться и дальше, будут использоваться различные поводы, оказывается, что вот это и есть, может быть, один из продохранительных клапанов снятия накопленной усталости, раздражения, агрессии, отчаяния. Я думаю, что оно будет повторяться. Вот эти пятиминутки нервничества словно. Тогда да, извините. Наши зрители ещё в завершении спрашивают у вас про Арестовича, конечно, вопрос из другой области, но тем не менее, действительно, Алексей Арестович написал, что период запугивания с его стороны закончен, уж троллинг это или действительно его теперь новая позиция в некотором смысле. Кто-то пишет, переобувается ли Алексей Арестович, следите ли вы за его заявлениями и насколько он всё ещё остаётся влиятельным человеком? Ну, я сейчас в последнее время почему-то не слезу за его заявлениями, наверное, просто не попадаю на эти передачи. Иногда я увижу в Твиттере, но как только я открываю его Твиттер, почему-то Твиттер блокируется, и они куда-то пропадают, исчезают, я не знаю, что это такое. Вот, заявление, задавал вопрос Твиттера, никто толком не понимает. Некоторые Твиттер сейчас вызывают блокировку, то есть, только их ткнул, и Твиттер тут же блокируется. Значит, не слезу за его сейчас высказанными выступлениями, наверное, в силу каких-то субъективных причин, просто руки не доходят. Насколько я знаю, его рейтинг сейчас, как мне говорят, наши коллеги в Украине, он стремится к нулю. Да, у него был действительно неплохой рейтинг, он там исчислялся и 8, и 10 процентов, кто-то говорил 12, даже 15, и если бы там были выборы, если бы там, предположим, были бы какие-то там блоки, то Арестович мог бы действительно создать там свою фракцию в Верховной Раде, быть влиятельным политиком Украины. Ну, говорят, сейчас рейтинг его упал резко, там близок к нулю. Так-то или не так, я не знаю. И, честно говоря, я как-то сейчас не слежу за его сказания, я даже не, поэтому далёк вот от, вот от этого, ну, вот от этого, так сказать, ну, конфликт, не конфликт, противоречий, который есть у Алексея Арестовича с действующим из Тебрсмэн Украины. Поэтому мне сейчас сложно это комментировать ввиду своей неосведомлённости. Ну, что ж, мы будем продолжать следить за развитием событий. Спасибо, что ответили на вопрос наших зрителей и наш тоже, и желаем вам хорошего Нового года. А я желаю всем нашим зрителям и всем тем, кто нас поддерживает поднять тост в наступающем в 24-м году за за нашу победу и вот за, именно за нашу победу и за справедливый мир в 24-м году. Слово справедливый мир ключевой, справедливый. Вот давайте мы хотя бы поднимем тост за эти два пожелания, за эти две идей, которые, может быть, всё-таки будут, и я в это верю, могут быть реализованы в 24-м году. Присоединяемся. Спасибо. Геннадий Гудков был на прямой связи с Грэмом. Увидимся уже в следующем году. Всего доброго. Спасибо.